Привет, друзья! Я ваш друг Сергей. И сегодня мы продолжаем говорить с вами о деньгах. И сегодняшняя тема будет связана с пониманием того, как устроены механизмы денег с точки зрения их перетекания и бухгалтерии. Конечно же, если вы хотите научиться бить клин, а мы с вами на предыдущих занятиях, на предыдущих уроках узнали, что это важнейший навык, нам нужно понять, как существует мир денег. И для того, чтобы в этом разобраться, не надо ходить в академию, не надо заниматься ничем сложным. Нужно одно это занятие прояснить вам раз и навсегда важнейшие принципы существования мира денег. Скажем так, однажды я учился в Академии государственного управления при президенте Украины, и мне преподавали предмет макроэкономику. И преподаватель, который преподавал этот предмет, мне очень нравился. То есть это потрясающий преподаватель, он преподавал вдохновенно, мне нравились его идеи. И однажды после урока я подошел к нему и сказал, вы знаете, я восхищен тем, как вы преподаете, мне очень интересно все, что я услышал, мне было бы так приятно поговорить с вами дополнительно. И мы с ним вышли на улицу, я понял, что он пешком, и спросил его, а вы в какую сторону направляетесь? Он говорит, ну мне туда-то, я говорю, давайте я вас подвезу. Он сказал, ну хорошо, давайте. По дороге мы разговаривали, я говорю, а давайте с вами поужинаем. Я заметил, что он начал волноваться. Я говорю, давайте я хочу пригласить вас в ресторан. Он как бы явно волновался, я говорю, ну знаете, это отличный ресторан, я его хорошо знаю, я вас приглашаю, давайте вместе проведем еще какое-то время, поговорим. Он согласился, мы пришли в ресторан, он открыл меню. И знаете, есть два типа хождения в ресторан. А первый тип хождения, когда люди открывают меню, ярко выраженно смотрят на правую часть меню, то есть на цены. Другой тип хождения в ресторан, когда люди открывают меню и смотрят на блюда. В случае с профессором, который преподавал макроэкономику, он напряженно смотрел на цены. Я сказал ему, а что вы будете, что вы любите? Он сказал, ну давайте на ваше усмотрение. Сформированных вкусов и любви у него не было, потому что я понял, что ему не по карману ходить в рестораны. И я предложил ему то же, что любил и сам. Мы очень вкусно поели. И в конце я спросил, а как вы сами сейчас живете? И он стал говорить, что сейчас он живет не очень. Вот в советское время он работал за границей, ему подарили Волгу, он известный ученый. И все, что с ним происходило, ему нравилось. А в настоящее время, несмотря на то, что он знает макроэкономику, он человек, у которого с деньгами проблемы. И если вы не хотите, чтобы у вас с деньгами были проблемы, вам надо разобраться в простом механизме перетекания денег. И для того, чтобы это знать, важно узнать две простые вещи. Есть две бухгалтерские таблицы, базовые. Первая таблица, она очень простая. Это то, о чем мы с вами привыкли думать. У нас есть доходы, мы откуда-то их получаем. И у нас есть расходы. И первая таблица, это учетная таблица. Доходы, расходы, все просто. Вторая таблица, таблица более сложная. Балансовая таблица. Балансовая таблица, она состоит из активов и пассивов. И активы, это что-то, что генерирует нам деньги. Все, что складывает деньги нам на счет, в карман, в ячейку банка, в тумбочку, в сумочку к жене. Все, что генерирует деньги, это актив. Все, что забирает деньги и безвозвратно тратит, это пассив. Если ваши деньги куда-то уходят со счета, из тумбочки, из сейфа, из кармана жены, безвозвратно тратятся, вы имеете дело с пассивами. Я не оцениваю, хороши ли активы или хороши ли пассивы. Жизнь устроена как обмен. И важнейший принцип денег, о котором вам нужно сейчас подумать, это перетекание денег. Человек должен хотеть не только иметь деньги, но он должен любить их тратить, должен любить ими обмениваться, вкладывать их во что-то, что создает качество его жизни. Почему это важно? Потому что деньги созданы для того, чтобы ими обмениваться. Я покупаю одежду, отдаю кому-то деньги, выгляжу красиво, мне нравится, как я выгляжу. При этом тот человек, кому я отдаю деньги, он берет деньги для того, чтобы накормить свою семью, развить свое предприятие, развить свою индустрию. Очень важно хотеть обменяться. Надо хотеть увеличивать активы и разумно уменьшать пассивы. Пассивы точно так же важны, как и активы. Если мы не будем хотеть направлять денежный поток на развитие обмена, мы будем жить в бедной стране. Потому что деньги сами по себе в чистом виде не решают проблем человека. Они, не одежда их нельзя на себя одеть, они, не еда их нельзя съесть, они, не энергия, ими нельзя обогреться. Это средство обмена, оно должно перетекать. Поэтому, если вы хотите изменяться и расти, вам нужно отнестись к затратам с радостью. Нужно научиться радоваться тому, что мы облагораживаем жизнь и обогащаем других людей, когда отдаем деньги. Каждый раз, каждый раз, когда деньги исчезают у вас, в это же самое время они появляются у другого человека. И иногда происходит наоборот. Они исчезают у других людей и появляются у вас. Это золотое правило жизни. Научитесь радоваться обмену. При этом вернемся к таблицам. И таблица бухгалтера доход-расход дает нам шанс посмотреть, как у нас обстоят дела. Мышление бухгалтера – это сравнить цифры. Поэтому бухгалтера, менеджеры, они всегда живут в прошлом. Они смотрят назад, они смотрят на то, что произошло, сравнивают цифры и говорят, мы в плюсе или мы в минусе. Ни то, ни другое не трагично, потому что жизнь – это обмен. Это всего лишь ситуация. Мышление предпринимателя. Предприниматель живет в будущем. Задача предпринимателя – увеличить активы и разумно контролировать свои пассивы. И если ваше мышление не нацелено на то, чтобы увеличивать активы или увеличивать свои заработки, возможно, вы не сможете состояться и стать богатым человеком. Главная формула финансового потока в бухгалтерских таблицах звучит вот как. Меньше тратить, больше зарабатывать. Часто я люблю задавать такой вопрос. Как выполнить эту формулу? Люди спрашивают, какую? Я говорю, меньше тратить, больше зарабатывать. Методы говорят, ну давайте будем считать издержки, давайте будем экономить, давайте от чего-то откажемся. Каждый раз, когда человек говорит такое, он проявляет бухгалтерское мышление. Бухгалтер думает о том, как меньше потратить. Почему? Он живет в прошлом. Если вы хотите разбогатеть, вам нужно развить в себе предпринимательскую силу, силу предпринимателя. Вы должны жить в будущем. Вам нужно думать о том, как увеличить свои активы. И если мы говорим об активах, то самый главный актив в моей жизни – это я сам. Самый главный актив в твоей жизни – это ты сам. Можно забрать в моей жизни что угодно. Можно забрать то, что я сегодня накопил, или то, что у меня получилось. Но нельзя забрать моей энергии, моего опыта, моей предпринимательской способности, моего желания действовать, моей силы, моего стремления достигать. И у меня есть Шурин, я очень его люблю. Он приехал на Украину из Израиля, он гражданин Израиля, ему 63 года, и он мне часто дает советы. Один совет, который он мне давал, звучит вот как. Сергей, пусть будет любой кризис. Какой бы кризис ни произошел, как бы плохо все ни было, пусть все вокруг валится. Валится изо всех сил. В тот момент, когда будет стабильно плохо, как только станет стабильно плохо, мы с тобой сразу заработаем. Бояться потерь не нужно, бояться нужно только остановки. А становятся проблемы, ситуация станет плохой, и мы тут же найдем решение, как нам состояться, как нам вернуться в избыток, как нам начать любить зарабатывать и любить тратить. Я советую вам начать развивать предпринимательское мышление. Думайте, как человек, который, глядя на формулу «меньше тратить, больше зарабатывает», не думает, как в первую очередь меньше тратить, а думает, как в первую очередь больше зарабатывать. Если вы начнете качать в себе такую мышцу, ваша жизнь изменится, и вы научитесь бить клин, станете богатым человеком, упростите свою жизнь, станете эффективным, и тогда вы будете жить так, как вы мечтали. Ну, чего я вам, в принципе, желаю. Большое спасибо, что вы потратили время вместе со мной на этот урок, и через время будем двигаться дальше. Я, ваш друг Сергей, приглашаю вернуться на наше занятие. Спасибо. Продолжение следует... Спасибо.